И коротенько подытоживая всё выше доказанное, можно с уверенностью сказать, что на рэкете, на финансовых операциях, на спортивных лотереях наш подсудимый отхватил изрядный кусок средств нашего демократического общества, что и обусловило проведение сегодняшнего судебного разбирательства в закрытом режиме. Позвольте заметить, что все ваши доказательства бездоказательны и смешны, ибо в данный момент мой подзащитный беден, как любой честный гражданин. Как всегда защита пестрит голословными уводами следствия в сторону. Где факты? Факты где? А факты настолько упрямы, что мимо них пройти просто невозможно. Судите сами, Ваша честь. Дача является личной собственностью жены подзащитного. Самолёт и яхта записаны также на неё. Две квартиры в Москве и одну в Майами. Ответственно, квартира снимает. Она же несчастная супруга нашего тяжко обвиняемого, так сказать. А три машины! Сколько машин? А, простите, Ваша честь, четыре! Это тоже её собственность. Но у неё нет даже водительских прав! Но она же не водит машины. Она владеет ими, так сказать. А золото! А драгоценности! А офшор на Канарах! Что на Канарах? А, простите, Ваша честь, типа недвижимость! Всего лишь маленькие женские слабости. Кстати, очень сильно оформленные юридически. Ну что ж, раз никакого имущества у подсудимого нет, придётся конфисковать его жену. В пользу-то создать государство. А вот и справка о разводе. В таком случае прошу поручить мне новое прокурорское расследование. В таком случае предлагаю свои услуги по защите новой обвиняемой. А никакого нового расследования не будет. Как и не будет новой защиты. Поскольку конфискованная Анастасия Петровна только что приняла моё предложение руки и сердца. Да, да, любимый. Обвиняемому восемь лет, а я, Настенька, буду к семи. Субтитры создавал DimaTorzok